Здесь находится штаб-квартира Creative Assembly, создателей серии Total War. Привет, меня зовут Люк Неллер, и я приехал в офис Creative Assembly, чтобы поговорить с разработчиками и получить ответы на ваши вопросы о Total War Arena. Первая остановка — карты. Я пробился через легионы Римлян, чтобы попасть в штаб-квартиру Creative Assembly. Сегодня мы поговорим о картах. Мне удалось похитить разработчиков из World Team, а также руководителя арт-департамента, и я намереваюсь получить от них ответы на такие важные вопросы, как дизайн-карт и точки спауна. Итак, давайте по порядку. Как всё происходит? Вам приносят заказ на листе бумаги, нам нужна карта про Германию или как-то иначе? В общем, иногда нам говорят, что нужна карта для боёв определённых уровней. Или, например, она должна быть посвящена определённой культуре. Бывает и так, что у нас просто появляется идея для красивой и интересной карты. Также мы иногда делаем карты для конкретных уровней боёв, потому что у нас довольно много карт для высоких и низких уровней, а в середине поменьше. То есть геймплей? Безусловно, многое от него зависит, потому что мы можем концентрироваться на определённом типе геймплея. То есть внешний вид здесь не главный. В основе всегда лежат требования к игровому процессу на карте. То есть вы не говорите, нам нужна холмистая карта, давайте её сделаем и прикрутим к ней геймплей. Скорее, это нам нужна простая карта для новичков, или нам нужна сложная карта для высоких уровней. Всё верно. Мы хотим, чтобы каждая карта была читаема. С самого начала, когда вы играете на ней в первый раз. Например, карта для низких уровней, фирма пилы — прекрасный образец. Её очень легко понятие изучить. То есть там есть сами тёплые ворота, благодаря которым игроки учатся, что узкое место — это стратегическая позиция на карте. А также там есть фланги, с помощью которых мы обучаем игроков ценности фланговых манёвров в арене. Хорошо, раз уж мы коснулись этой темы, давайте поговорим об уровнях карт. Что это значит? Если у меня есть отряды второго уровня, то я буду играть на одних картах, а если я беру отряды десятого уровня, то тех карт я больше не увижу, вместо них будут другие. Как это работает? Дело обстоит таким образом. Есть карты, которые вы не увидите, когда только начинаете играть. Это связано с тем, что они созданы для игроков, которые лучше знакомы с основами игры. Затем, по мере продвижения по уровням, к набору карт, которые доступны вам для игры, будут добавляться новые. Не убираться. То есть ты всё равно будешь попадать на ранние карты, даже прокачавшись. Некоторые низкоуровневые карты будут исчезать по мере роста уровня боёв. Это как в World of Tanks. Вы не увидите карту «Провинция» на 10 уровне, потому что это было бы безумием. Все бы просто перестреляли друг друга со спаунов. Но в то же время вы попадёте на эти карты снова, потому что будут появляться новые полководцы, новые фракции. И чтобы играть, ими придётся начинать с нижних уровней. Что тут сложного? Сделать карту для новичков. Выстраиваешь две команды друг напротив друга на большом поле, и всё. Казалось бы, да, но нет. Это Рубикон. Рубикон как раз и задумывался, как карта для людей, которые только осваивают нашу игру. Она довольно открыта, и её просто понять. Игроки могут ясно видеть свою армию, свою базу. Всё очень близко и наглядно. Мы поиграли на ней, и оказалось, что никто не знал, что делать. Это была бойня. Это была бойня. По-моему, Рубикон этим и полезен. Я помню, когда мы только добавили его в игру и начали бой, то выглядело это так. Со всех сторон были другие игроки со своими армиями, которые атаковали всех подряд. И, в общем-то, никто толком не понимал, что происходит. Весело, но довольно сложно. Поэтому я считаю, что добавление различных элементов на карту помогает её зонировать и упорядочить. Этот опыт нам очень помог в разработке новых низкоуровневых карт, потому что мы теперь знаем, что здесь игрокам нужно помочь понять, как они должны действовать. На мой взгляд, Капитолийский холм — очень хорошая карта для низких уровней. Это было нелегко. Всё верно. У нас получилось сделать так, чтобы в середине карты у игрока появлялось такое замечательное чувство беспокойства. В ней по-прежнему есть. Знаете, на ней вы можете легко сыграть свои первые бои в Total War Arena. Но в то же время мы вас направляем. Мы даём вам выбор, как действовать. Довольно чёткий выбор. Должно быть довольно сложно сделать так, чтобы открытая карта выглядела интересно. Если это просто поле, и вы там ставите дерево, оно должно работать как укрытие, оно должно что-то делать. Когда мы работаем над картами, мы хотим, чтобы в ней был элемент истории, чтобы было понятно, что это историческое поле боя. У нас есть две команды. Они могут состоять из греков, римлян или варваров. Но они объединены в две команды. И мы хотим, чтобы у игроков возник вопрос. Похоже, здесь был бой. Интересно, что здесь произошло? Кто с кем сражался? И на карте они видят разные свидетельства тех событий. Подобные вещи мы хотим внедрять на карты в большем объёме. Давайте немного отклонимся от нашей темы. Это всё равно касается карт, но не напрямую. У отрядов в игре есть область обзора, своеобразный пузырь вокруг них. Если он находится на возвышенности, увеличивается ли его обзор? Так это работает? В общем, да. Потому что между вами и точкой, на которую вы смотрите, будет меньше препятствий, так как вы стоите выше. Это в жизни. А в игре это работает? У нас нет искусственного увеличения дальности обзора в зависимости от высоты, на которой находится ваш отряд. Скорее, благодаря размещению на возвышенности, меньше препятствий будут вам мешать, и вы будете иметь лучший обзор. Да, это трёхмерный расчёт того, что ваш отряд может видеть. Так что если вы поднимаетесь выше, то будете видеть больше. Но это не значит, что у вас будет большая дальность обзора. То есть вы настраиваете карту в соответствии с механикой обзора? Если вы знаете, что обзор какого-то отряда равен, например, ста, то вы понимаете, что, к примеру, вот ту линию хребта нужно подвинуть чуть ближе, потому что в противном случае отряд не сможет видеть через него, а это не очень хорошо. Когда вы заходите в бой на какой-то карте и попадаете в область с ограниченным обзором, то вы начинаете беспокоиться, потому что поблизости могут быть отряды другого игрока, устроившие вам засаду. Но с другой стороны, есть люди, которые пользуются этой возможностью. Они прячутся за деревьями, выжидают, совершают скрытные обходы с тыла. И мы хотим поддержать игроков, которые умеют прятаться и устраивать засады, которые знают, как использовать недостаток бдительности у противника, пренебрегающего разведкой. И когда их ловушка срабатывает, они могут нанести решительный победный удар. Но многие люди скажут, в играх Total War я могу подняться над полем боя и видеть гораздо больше. Почему здесь этого нет? Мы уже говорили о том, что Total War Arena сильно отличается от других игр серии Total War. Total War дает вам гораздо больше возможностей для разных стилей игры. Но мы очень хотим создать это клаустрофобическое чувство. Мы как бы говорим игроку, будь очень осторожен, потому что если ты пойдешь не туда, то впереди тебя ждет засада. Мы хотим, чтобы вы были ближе к действию. Вот почему мы сохранили ограничения на положении камеры. И последний вопрос. Точки спауна. Я понимаю, что сильно рискую, спрашивая об этом, но все-таки я хотел бы получить ответ. Многие игроки из комьюнити озадачены. Я знаю, где я должен быть, я хочу иметь выбор. Я знаю, в каком именно месте спауна должны быть мои всадники, мои копейщики и так далее. Так зачем вы забрали у меня эту возможность? Мы знаем, что очень важно дать людям возможность выбора в начале боя. Мы очень хотим поддержать людей и в их желании играть по-своему на картах. Поэтому точки спауна вернутся в игру. То есть вы получите возможность выбора, где появиться на поле боя. Так что, это своеобразная защита для новичков? Причина, по которой мы убрали эту функциональность, заключается в том, что нам кажется, что новые игроки слишком перегружены информацией перед своей первой битвой. Сначала им надо выбрать отряды, потом выбрать полководцев, а потом, после начала битвы, им еще приходилось выбирать место спауна. Итак, если я новичок и сыграл около 10 боев... Вы будете играть только с такими же новичками, как и вы. А что будет, когда все перестанут быть новичками? Total War Arena — это сервис. Мы будем все отслеживать и вносить изменения, если нужно. Это ключ к успеху. Например, если людей начнет что-то раздражать, то, как уже говорил Лейв, мы посмотрим на статистику, на данные. И если окажется, что карты не сбалансированы, то мы исправим все недочеты и сделаем их еще качественнее. В этом весь смысл. Весь проект Total War Arena нацелен на создание наилучших условий для пользователей, чтобы им было максимально интересно в нашей игре. Надеюсь, что сегодня мы смогли ответить на большинство важных вопросов о картах. Следите за новостями и увидимся на поле боя.